Попав на новый этаж садика Бан-Бан, я встретил сумасшедшего доктора, который сначала хотел из меня шаурму сделать, а Фатом попросил ему помочь. Также я увидел настоящих инопланетян и множество других чудиков. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал за три секунды, и тогда мы точно сможем выбраться из этого сумасшедшего места. Раз, два, три! Молодцы! Опа! Привет, дрон Андрюха, как дела? А где все вкусняшки? Их кто-то уже слёпал? Ах, вы жадины! Мне надо подняться наверх. Но там закрытая дверь. Сейчас я быстренько нажму кнопочку. Не работает! А, вот же красная! Замурчательно! Теперь активировалась эта кнопочка. И появилась третья кнопочка. Слишком много кнопочек на квадратный метр. А здесь, наверное, должна появиться карточка. Ой, чуть экран не разбил. Надеюсь, этого никто не видел. Детский садик Бан-Бан. В здании был объявлен общий код Бридж. Все сотрудники должны посмотреть следующую информацию. Добро пожаловать в руководство по выживанию. Случай 8. Паук. Наша главная задача – сохранить ваши конечности целыми. Этого можно добиться только если вы знаете, что делать в сценарии случай 8. С нарушением геометрии. Знание – ваше оружие. Не забывайте следить за потолком. Потому что паук может напасть на вас отовсюду. Да, страшный чудик здесь обитает. Забираем карточку. И слышим какой-то странный звук. По-моему... Отсюда! Это же чематаки, яматаки! Или наоборот. Куда-то улетел этот дракон. Бедолага. Видать лифт сломался, и он рухнул. Надо скорее выбираться отсюда. Оу! Это же тараканы! А где у вас здесь дихлопоз? Не хотел бы я быть тараканом. Хотя, можно выжить при радиации. Но, надеюсь, мне это не понадобится. Какая-то закрытая дверь. Странные лампочки. Мрачновато тут, а! Надеюсь, я здесь все-таки найду что-то интересное. Я выберу сейчас все-таки два. Опаньки! Зажигалочка. Но я вообще-то не курю. Я никому не советую. Но возьму ее на всякий случай. Может, мне понадобится что-нибудь поджечь. Какая-то кнопочка. Активируем. И ничего не активируется. Интересненько! А вон и паук наверху. Кошку за пятки. Какой он жуткий! И что мне с ним делать? Опаньки! Скотч! Можно им заклеить ему рот. Чтобы он меня не слопал. Я могу двигать эту бочку. Какой я сильный кот! Не зря я хожу в спортзал. Специальный кошачий. Там тренируются только котики. И мы поднимаем штанги. Которые сделаны из вкусных сосисочек. И что мне делать с этим всем? А, я примотал банку на скотч. Интересный поджог. Быстренько отойдем подальше. Вроде она не взрывается. Это хорошо. Как будто надо ее отправить вон туда. А самому спрыгнуть! Получилось! Вау! Глупый паук! Ты что, сейчас съешь эту бочку? Ешкин матрешкин! До свидания, дружочек. Он все-таки реально немножко тупенький. А вот и дверь. В которую я могу зайти. Как здесь розовенько! Приятно! Вкусняшек опять нету. Ну ладно, нажимаем на кнопочку. И ничего не происходит. Интересненько! Кто-то пукнул. Что это за звук? Это походу я. Зря я лопал эти просрочные сосисочки. Здрасте, мордасти. Здесь кто-нибудь есть? Какое жуткое место! Здесь инопланетяне висят. Хеллоу! Я пришел с миром. Не лопайте меня. Да, мрачновато. Надо быстрее отсюда выбираться. Это кто такой? Что это за чудик? А-а-а! Паук прибежал. Где я? И кито я! Какая-то больничная палата. На вас, людей, когда-нибудь станет легче смотреть. Я вообще-то кот! Сам ты человек. Ограничения ваших тел примитивны. А, мне противны. Хе-хе-хе. Я уже разучился читать. В данный момент вы можете считать себя невезучим. Ну, конечно, я попал в это странное место. Привилегия быть частью моей операции. Это не ножницы. Сколько раз-то я должен объяснять разницу между мотолком и ножницами. Мотолком, говорю. Хе-хе-хе. Вот это у меня язык заплетается, конечно. Куда-то делся этот сумасшедший доктор. И это хорошо. Теперь мне надо найти выход отсюда. Я, конечно, хотел повстречать инопланетян. Но не в такой обстановке. Этому пациенту нужно лекарство. А где мне его взять? Может быть, оно где-то здесь? А вот и карточка. Чикарненько. До свидания, мои зеленые друзья. Я пошел отсюда. Какие странные звуки. Меня здесь все пугает. Какой-то зеленый след. И что-то где-то стучит. А вот этот сумасшедший ученый. Что он делает с инопланетянином? Жуть какая. Как мне отсюда возбежать? Я не понимаю, что здесь происходит. А-а-а! Он нашел меня! Я случайно открыл дверь. Боже, ничего. Помогите! Это, конечно, хорошо, что я кот. У меня много жизней. Но это начинает меня напрягать. Все-таки девять жизней могут закончиться. Опа. Что за дверь такая? Какие-то здесь и здесь одинаковые комнаты. А вот и молоточек. И какая-то неработающая кнопочка. Я бегу, бегу, бегу. И я выбраться хочу. Опа. Дощечки отвалились. Замурчательно. А что мне надо делать дальше? Они слишком опасны, чтобы оставлять их так. Наверное, что-то надо еще найти. Только что! А вот и веревочка! Отлично. Опа. Я ее, конечно, закрепил. Но как мне здесь пройти? Отлично, я ее перелетел. Скорее всего, мне надо выманить этого доктора. И он должен вляпаться в мою ловушечку. Бежим скорее! Оу! Ты мерзкий пациент! Уберите это! Сейчас! Как я это уберу? Я не знаю. А вот получилось. Фух, спасибо! Пожалуйста. Не волнуйся, я хирург, дающий слово. Я не причиню тебе вреда. Не после того, как ты спас меня от твоего дела. Что? Я ничего не понимаю, что ты говоришь на своем инопланетянском. Я прошу вас рассмотреть эту возможность. Какую возможность? Я все пропустил. В любом случае, у нас есть куда более важные дела. Следуй за мной. Мой друг, и твой друг вели меня в курс дела, которое происходило на этажах выше. Тут много диалогов непонятных. Полагаю, вы уже знакомы с этим зеленым образцом невероятного размера и силы, нарисованным на доске. Да, я знаю, Джамбо Джош. Оно напало на наш город несколько часов назад. Скорее всего, потому что он либо слишком напуган, чтобы оставаться в темноте, либо потому что зорник из Сэр Дадада Дуду не оставляет его в покое. Как нам повезло, что на нас напали. Мой план состоит в том, чтобы захватить зеленую гориллу, использовать ее для борьбы с армией Сэра Дададу и вернуть скипсеры его законовладельцам. Осталось только найти это чудовище, заточить его и выпустить, когда придет время. О, как раз вспомнил, у меня есть то, что тебе нужно. Интересно, что это. Давай посмотрим, что приготовили для нас мои помощники. Что-то интересненькое сейчас появится. Жутко интересненькое, я бы даже сказал. Какой он странный. Но забавный. Еще и разговаривает, рот не открывая, не закрывая. Представляю вам ремоут 2.0. Берите, оно ваше. Отлично, это пульт с двумя антеннами. Прикольно. Я вижу жалкую вещицу, как ваш старый пульт, и мастер внутри меня сходит с ума. В нем еще мастер какой-то сидит. Давайте проверим его. Видите, вон тут панель управления, именно туда вы будете обращаться. Отлично. Проверим. Этот новый пульт будет действовать как пароль, он даст вам доступ к чему-то там. Конечно, вы можете использовать его по-старому, но некоторые ситуации потребуют от вас взглянуть на вещи с другой стороны. На другой стороне этой стены есть большая кнопка. Посмотрите, сможете ли вы нажать на нее, пока управляете дроном. Ну, сейчас проверим, где эта кнопочка. Опа. Я стал дроном. Прикольно. А как мне управлять им? Что происходит, куда я лечу? Вообще прикольный город. В зале только что темный, я куда-то врезался. А, вон кнопка. Быстренько летим. Нажимать. Чуть пониже, чуть повыше и прямо. Отлично. Прям носом в него врезался. Нам лучше найти и эту зеленую гориллу. Я понять не имею, что задумал сэр Дададу, но что-то подсказывает мне, что это будет некрасиво. На одной из улиц меня ждут свидетели, а я благодаря тебе должен убирать весь этот беспорядок. Почему бы тебе не поговорить с ними? Я сказал им, что, может, сам не приду, а пришлю кого-нибудь, и они поговорят с вами. Город освещен, поэтому он должен быть в безопасности от озорников. Что за озорники? И куда мне идти? А? Мой розовый друг. А, вот какая-то дверь. Отлично. Пока-пока, дружочек-пирожочек. О-хо-хо. Привет, инопланетяне. Как дела? Ты куда, дружочек? Я же добрый кот. Ничего себе он прыгает. Он, конечно, паркурист. А это какая-то статуя. Прикольная. Большая. И больше ничего интересного. А вон ещё инопланетянин. Эй, мистер. Подскажите мне, куда надо идти. Добро пожаловать в городское подземелье. Найдите и поговорите со свидетелем. А где мне его искать? Здесь столько мест. Парень, может, ты и есть свидетель? Хеллоу. Мяу-мяу-мяу, как дела? Опа. Классная кепочка. Из всех людей, которых мог послать мэр, он послал тебя? Человека? Да я не человек, а кот. Что случилось с этим городом? Они, видимо, теперь нанимают кого попало. Сам-то кого попало. Ладно, я опущусь до твоего уровня. Ну, спасибо. Я видел, как выглядели монстры, напавшие на город. Но не знаю, куда они делись. Я нарисую их для вас, если вы принесёте мне что-нибудь для рисования. Подарок от меня мэра за всё, что он для нас сделал. И что ему надо принести? А, вот какая-то бумажка. Надеюсь, у тебя есть ручка. Подойдёт. А он просто рукой рисует. Прикольно. Хотел бы, я так пальцем водишь. И пишешь всё, что хочешь. Это лучшее, что я могу сделать. И не просите другого. Я не рисую дубликаты. Не для таких, как ты. Пойдите в бар и расспросите всех с этой фотографией. Они найдут кого-нибудь более умного, чем вы, для этого дела. Жалкий. Это было обидно. Досадно, ну ладно. Кто так обзывается, сам так называется. Здорово, монстр. Шо, уснул что ли? Хэллоу. Не могли бы вы понизить голос? Я срывнусь в гляделках. Но я вообще-то молчал. И ты его вряд ли переглядишь. Мой противник гораздо сильнее, чем я ожидал. Там вообще-то не настоящие глаза. Поэтому он не моргает. А вот и бар. Наконец я его нашёл. Уже все лапы в мозоли стёр. Добрый вечер. Есть тот кто? Дверь закрыта. Грустная. Где-то должна быть кнопочка. Чтобы я мог открыть дверь. А, вот она. Надо аккуратненько разбить стекло. Шикарно. И теперь надо залететь сюда. А что происходит? Я пролетел сквозь здание. Я сломал игру. Вот это, конечно, чудеса. Попытка номер два. Полетели. Уху. Аккуратненько вырезаемся. И что-то где-то снова открылось. Наверное, вот этот проход. Отлично. Вообще милое местечко. И музыка приятная. А здесь закрыто. Хм. Наверное, мне там надо будет что-то найти. А тут открыто. Приятно. И кнопочка. Аккуратней, дрон. Не разбейся. Сработало. Куча кнопок, которые что-то открывают. Опа. А что глаза белые? Ха-ха-ха. А у этого черные чупа-чупсы? А шалеть. Здравствуйте. Поскольку это заведение не содержит грязи, ваше присутствие здесь не приветствуется. Почему меня все обзывают? Они тут все чупа-чупсов, что ли, облизались? А, во, карточку нашел. Прикольно. Хе-хе-хе-хе. Оу. Ну, этот точно налезался. А куда мне карту девать? Может быть, в эту дверь? Надо ее вставить и открыть. Отлично. Какой-то бейджик. Ребята, ребятушечки. Смотрите, что я нашел. Интересно. Я верю. Тебе что-то нужно? Ну, конечно, я же не просто так сюда пришел. Интересно. Босс захочет поговорить с тобой. Иди в подсобку и я открою тебе дверь. Ну, вот так бы сразу. А то вызываетесь только. Здорово, чудик, ты босс? Вряд ли. Только если босс молокосос. Потому что ты слишком маленький. О, это же шериф. Привет. Отлично у телохранителя королевы до какого-то охранника за головами. Живущего в переулке. Какое унизительное понижение. Если интересно, я не смог спасти мисс Мейсон. Она досталась озорнякам. Думаю, передо мной самый страшный кошмар. Мир, где правят преступники и нарушители закона. А герои беззащитные и прячутся в страхе. В одном из жилых домов есть человек, утверждающий, что у него есть очень ценная информация о том, где находится зелёная горилла. Эта красная ключ-карта даст вам доступ к указанному жилому дому. Не помешало бы посмотреть, что у них есть. Хорошо. Посмотрим. Может быть, ваш род был прав, когда перевёл меня сюда. Мне самое место в каком-нибудь забытом переулке рядом с мусором и картонными коробками. Я не полезнее их. Да ладно, шериф, не грусти. Коробками похрусти. Всё, ребята, я пошёл. Приятно было познакомиться. Особо не нализывать из чупиков. Это до хорошего не доведёт. Мотель. Ну, наверное, мне сюда. Ну да, это логично. Красная дверь, красная карта. Это что за комната такая? Ммм, простите, кто вы такой? В смысле, кто я такой? Я котёнок Лайк, а ты кто? Эмм, простите, кто вы такой? Да, странный чудик. Пойду посмотрю, что здесь есть ещё. Здрасте. Наконец-то кто-то ответил на мою жалобу о шуме. Что такое, вы здесь не за моей жалобой на шум? Ну, вообще-то нет. Тогда зачем вы здесь? Ооо, монстр, напавший на город. Конечно, мэр считает, что это важнее, чем моё удобство. Сосед надо мной кричит и вопит уже целый час. Я не могу ни на чём сосредоточиться. Вот что я вам скажу. Доставьте человека надо мной замолчать, и я расскажу вам, что я знаю. Ну хорошо, я попробую. Вы захотите узнать то, что я знаю? Поверьте. А теперь уходи. Это сводит меня с ума. Ладно, приятель, я пошёл. А карточку забрать не могу. Это странно, что у нас тут туалет. Опа. Здорово. Надеюсь, тебе не больно. Интересненький чудик. Пойдёмте посмотрим, кто там кричит. Какие-то коробки, бочки. Ну и бедлам здесь творится. Привет. Ничего себе его трясёт. Эй, парень, что случилось? Оу. Я всё ещё голоден. Я, конечно, тоже голодный. Но я не хочу никого есть. Ааа, куда мне бежать? Что происходит? Где здесь выход? Помогите, он не съел. Уже там жизни осталось. Семь или шесть. Не помню. Но мне надо найти выход. Быстрее. Видимо, надо бежать налево. Сот раз направо ничего не получилось. Прыжочек. Ха-ха. Ты с кем связался, чудик? Я же кот. Я очень хорошо прыгаю. Но он совсем рядом. Быстрее надо бежать отсюда. У-ху. Кавапанга. Я как черепашка-ниндзя. Где же выход? Помогите, кто ехать? Надеюсь, он отстал. Где-то он совсем рядом. Шериф! Помогите! Вау! Надеюсь, он меня действительно поймает. Отлично. Совсем я не так представлял себе провести свой день. Да я тоже, если честно. Быстро спрячемся внутри. Давайте, шериф. Шуруем сюда. Я не понимаю. Я всего лишь попросил вас поговорить со свидетелями, чтобы выяснить, где находится Джамбо Джош. Как это закончилось тем, что ты убегал от безумного Биттер Гигла по крышам? Стань в углу слева от меня и не шуми. Ну, жутковато, конечно! Шериф! Что происходит? Успокойтесь, или я приму меры? Получай! Шериф, а вы опасный типочек. Что здесь произошло? Ёлки-иголки! Шериф, что вы наделали? Всё хорошо, и заслужили это. Несмотря на всё происходящее, я не могу перестать думать об одной вещи. Какой? Выделите время, чтобы рассмешить кого-то. Мы недостаточно дорожим этим. Хуже того, я ещё не испытывал такого чувства эйфории. Я всегда рассказываю анекдоты. Ещё не было случая, чтобы кто-то рассказал мне анекдоты. Шериф, расскажите мне анекдот. Ладно, попробую. Почему животные не едят шутников? Потому что у них забавный вкус. Я не понимаю. Да, Шериф, такой себе анекдот на самом деле. О, подождите. Это вообще-то неплохо. Бедолага, мне его жалко. Но это всё случилось случайно. Прощай, друг мой. Оставь меня в покое. Пожалуйста. Ну, хорошо, я пошёл. Это было грустно. Ну что ж, Катын, здесь вам понравился видосик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в следующий раз мы точно разберёмся во всём, что происходит в этом безумном городе.